Здравствуйте! С вами программа Исторический гороскоп и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 31 июля и в нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. Сегодня овны будут праздновать триумф. Московский царь Василий Третий Иванович в 1514 году торжественно въехал в сдавшийся Смоленск. Великий князь Московский являлся сыном Ивана Третьего Великого и Софьи Палеолог, а также отцом Ивана Четвертого Грозного. Интересное мероприятие посетят тельцы. На всей африканской конференции женщин в 1962 году в Дар-Эс-Саламе, крупнейшем городе Танзании, этот день был провозглашен Днем Африканской Женщины с населением около 2,5 миллионов человек. Дар-Эс-Салам является самым богатым городом страны, а также важным экономическим центром. Близнецам, возможно, предстоит урегулировать конфликт на предприятии. При короле Георгии V в 1925 году забастовка английских шахтеров завершилась их полной победой, так называемая Красная Пятница. Поражение в делах бизнеса предстоит пережить, возможно, представителям раков. Бывший премьер-министр Вишидского правительства Франции Пьер Лаваль в 1945 году сдался американским оккупационным властям в Австрии. Львы пойдут навстречу общественности, удовлетворив некоторые их интересы. В период правления президента Билла Клинтона в 1996 году Федеральный суд Нью-Йорка отменил законодательный акт, ограничивающий свободу слова в интернете. Повышение по службе может произойти сегодня у ДЕВ. Генерал Лавр Корнилов в 1917 году был назначен верховным главнокомандующим России. Корнилов являлся героем русско-японской и Первой мировой войн, а также участником Февральской революции. Во время Гражданской войны он был одним из организаторов Белого движения. Весы заключат сегодня важное соглашение. Болгария в 1938 году подписала договор о ненападении с Грецией и другими государствами Балканской Антанты, в которую входили и Румыния. В то время ее правителем являлся Карл II, сын короля Фердинанда. С юности Карл был известен эксцентричным поведением и скандальным образом жизни. Он кратковременно женился без ведома короля и имел от этого брака сына, непризнанного члена королевской семьи. Однако впоследствии, уже после падения монархии, получившего право на королевскую фамилию по суду. В 1920 году Карль женился официально на принцессе Елене Греческой. От этого брака родился сын Михай. Попытаются уйти от ответственности скорпионы, и это вам удастся сделать. В 1950 году отрекся от престола король Бельгии Леопольд, единственный в Европе монарх, сотрудничавший с немецкими фашистами. Стрельцы и сегодня могут одержать победу в спортивных состязаниях. В Сестриере донецкий спортсмен Сергей Бубко в 1994 году установил мировой рекорд в прыжках с шестом, преодолев 6 метров 14 сантиметров. Будь бы у него в те годы достойные соперники, можете не сомневаться, рекордный результат был бы гораздо выше. Как показало изучение видеозаписи одного из его прыжков во время чемпионата мира в Японии в 1991 году, Бубко мог преодолеть высоту 6 метров 37 сантиметров. Ухудшение здоровья возможно сегодня у козерогов. Этот день вам лучше посвятить отдыху. В бою с русскими войсками в 1849 году погиб венгерский поэт Шандер Петюфи. Славянин по происхождению Шандер Петюфи всегда оставался венгерским патриотом и горячо любил Венгрию. Он был выходцем из небогатой зиманской семьи. Отец Шандера по происхождению серб или словак, торговал скотом, а мать происходила из бедной словацкой семьи. Свой первый сборник «Стихи» Шандер Петюфи издал в 1844 году. Интересно, что для получения возможности издать сборник поэт пешком прошел путь от Дебрецена до Пешта. В этом сборнике нашли свое отражение близкая связь поэта с народом, приобщение к реалям народной жизни, юмористическое ироническое восприятие окружающего мира. Что позволяет говорить о том, что Петюфи принадлежал к реалистическому направлению в литературе с начала своего творчества, одновременно используя отдельные мотивы романтизма, в частности, обращенные к средневековой истории. Водолеи сегодня, возможно, займут новую должность. Германское учредительное национальное собрание, проходившее в Веймере в 1919 году, приняло новую конституцию. Германия стала республикой, в которой президент назначал рейсканцлера и министров, был верховным главнокомандующим, имел право распуска рейхстага, назначение новых выборов и введение чрезвычайного положения. Первым президентом стал социал-демократ Фридрих Эберт. Своё существование Веймарская республика прекратила в 1933 году. Направят в командировку своих подчиненных представителей знака рыбы. В 1656 году, когда правил царь Алексей Михайлович, в берегам Байкала отправилась русская экспедиция. Стремясь сделать свою жизнь лучше, не забывайте о полноценном отдыхе. С вами была программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина.